День Победы 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 об их великом подвиге. Уникальный проект создали в областном архиве. Там систематизировали данные о североказахстанцах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. А на днях запустили электронную базу данных. Теперь любой желающий может зайти на сайт областного архива, вбить в поиски имя или фамилию фронтовика и получить всю информацию о нем. В этой базе 70 тысяч имен. Данные кропотливо собирали на протяжении последних пяти лет. Поднимали казахстанские, белорусские, российские архивы, документы Министерства обороны. Но даже там информация была неполной. Некоторые призывники в базу и вовсе не вошли. Еще одна сложность, с которой сталкиваются архивисты – неправильно записанные фамилии и имена. В спешке их немного коверкали, путали или пропускали буквы. Но белые пятна удалось заполнить. Например, только по Мамлюцкому району внесли в базу 135 человек, которые ранее нигде не числились. А в Балихатовском районе таких было 187. Среди них я бы назвала имя североказахстанца Жумагулова Каирден. 1907 года рождения. Он был призван Козлтурским районным военкоматом. Как он пишет, в социальном положении служащий женат, имеет троих детей. В январе 1942 года он был призван Козлтурским РВК. В мае 1942 года попадает в плен. Оказался на территории Польши. Там фашистская Германия сформировала так называемые освободительные армии. Он оказался в составе русской освободительной армии. И когда вели свои, оказался на территории Белоруссии. Огромная поисковая работа была проделана, но она продолжается. Сегодня неизвестными остаются сведения о 30 тысячах североказахстанцев, которые ушли на фронт. В эти дни в эфире муниципального телеканала идет еще один памятный проект «Строки Победы». Он посвящен письмам, которые люди писали домой с фронта. Как шла работа над проектом? Почему это так важно? И почему именно письма? Смотрите далее. Когда началась война, я сбежал из детдома. Он был сверловский. Мне тогда еще 11 лет не было. Через ворота, помню, ушел. По воду с бочками поехали, я от них оторвался и идти на станцию. Искренние прямые, пробирающие до дрожи. Небольшой отрезок жизни в маленьком треугольнике был очень дорог как его получателю, так и автору. Фронтовые весточки они писали практически всегда, не зная, что с ними произойдет в следующую минуту. На войне невозможно загадывать. Такие эмоции нельзя сыграть. Их нужно попытаться прожить. В один голос повторял каждый участник проекта «Строки Победы». И не важно, как давно ты играешь в театре, и сколько спектаклей на военную тему в творческой копилке. Окунуться в то прошлое, которое мы не застали. Почувствовать ту боль, которую пережили наши предки, наши отцы, точнее прадеды, деды. Образы героев Великой Отечественной войны – это большая ответственность. И самая главная задача актера – показать живого человека, его восприятие этого момента. Такая возможность была сразу у шести актеров казахского и русского театров. Они читали письма наших земляков, участников Великой Отечественной – Ивана Пилипеева, Александра Тищенко, Кабдула Жулаушинова и других. Палентина Гронская признается, как только она впервые прочла письмо, которое ей дали, горло под ступелком, а руки начали дрожать. Мое письмо было из воспоминаний Елены Макаровой, оружейника. Было очень сложно передать все эти эмоции, всю эту боль, потому что это очень сложная, боязная тема. И даже, наверное, самый талантливый актер не сможет полностью передать. Не может, но очень хочет. Особенно сейчас, когда у актеров нет возможности видеть зрителей, чувствовать их эмоции, которые через онлайн не передать. Сейчас прикоснуться к теме победы и выпустить несколько сюжетов для нас было очень любопытно. И для творческого роста артиста очень интересно. У нас был выпускной вечер. Шли по улицам и кричали, мы закончили школу. А в 11 часов по радио объявили, что война. Увидеть сроки победы сверхазахстанцы смогут в праздничные дни в эфире нашего телеканала. Евгений Анатольевич, но ведь это не первый проект МТРК, посвященный Великой Отечественной войне. Был в свое время цикл воспоминаний ветеранов. Назывался он «Этот день мы приближали, как могли». Сейчас это уже, конечно, совершенно редкая, уникальная история. Была трансляция с празднования Дня Победы на стадионе, если помните. Вот сейчас новый проект. И дело в том, что не только МТРК, очень многие наши коллеги из местных, из республиканских средств массовой информации занимаются тем, что выпускают к этой дате какие-то особые, так скажем, проекты, особые вещи. Вот почему вы думаете, что это важно? Ну, во-первых, я внук участника Великой Отечественной войны. Мамин папа, начиная с 41-го и по 47-м, в 47-м году только пришел, вернулся домой, значит, участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен, значит, чудом остался жив, много рассказывал об этом. И, в общем-то, это история из моего детства. Я думаю, что много поколений сейчас эти истории знают наизусть. Почему? Потому что, в принципе, я думаю, еще много будет сказано об этой ужасной войне. Много не сказано еще. Я думаю, что много будет пересмотрено взглядов на эти вещи. Почему? Потому что мы видим, что творится, и определенный резонанс, который проходит в канун 75-летия. Конечно, сейчас ситуация непростая с глобальной пандемией, но я думаю, что это все пройдет. А история, история, написанная кровью, она останется на века. Это праздник действительно со слезами на глазах. И для нас, для моего поколения, для молодого поколения это очень важно. Важно почему? Потому что очень много людей ушло. Великая трагедия, трагедия народов, русского, немецкого, еврейского, любого народа, это была для них трагедия в истории. И я думаю, не все уроки еще извлечены из этой трагедии. И поэтому говорить об этом, напоминать об этом тем, кто живет, тем, кто будет жить обязательно. Обязательно оставлять исторические документы, обязательно их открывать. Евгений Анатольевич, вот Вы сказали, что еще далеко не все сказано, и между тем уже 75 лет прошло с той войны. И постоянно мы слышим, очень много читаем. И накануне 9 мая очень много идет информации об этом. Вы действительно считаете, что на самом деле еще не все сказали об этом? Ну смотри, когда Вы упомянули о проекте «Тодей, мы приближали к какому мне», проект был оригинален в чем? Мы брали интервью ветеранов, которые уже были в том возрасте, и пересмотрели определенные взгляды, и какая-то шелуха передовист газет осталась в прошлом для них, а остались искренние воспоминания. Воспоминания, что действительно будоражило их, что являлось для них определенным стрессом, как положительным, так и отрицательным, то есть вызывало у них эмоции. И ветеран говорил здесь совершенно другими словами. И я думаю, эта часть истории, она еще не открыта полностью. Да, они уходят, очень жаль, что они уходят, но нам удалось, вот 60 человек приняло в этом проекте, нам удалось рассказать им, их словами, что же для них было важно. Многое не вошло даже в проект по соображениям цензуры. Цензуры именно, вещи были, расскажены, страшны. Я думаю, что может быть мы еще не готовы эти вещи понять, осмыслить и услышать. Новый проект, это проект «Другой подход», это проект, который в принципе реализован нашими бывшими сотрудниками, ну бывших нет у нас сотрудников МТРК, это компания «Пиар-контент», они работали у нас, начинали свою деятельность трудовую в медиа у нас. Сейчас они работают отдельно, и они предложили создать проект. Я поддержал, Акимобласти поддержал этот проект, и он сейчас реализован. Это проект многосерийный, в принципе, мы постараемся максимально сделать количество серий, насколько у нас это получится в течение года. Письма, что такое письмо? Письмо вообще, в принципе, это очень личное. Письмо солдата с войны, который наедине с бумагой, с карандашом, многие письма написаны карандашом, как называется, химическим карандашом, да? Наедине с этой бумагой, в своих представлениях, в своих фантазиях он дома, он с близкими, и он рассказывает свою историю в этом письме, свое мгновенное событие, которое произошло, он это переживает. И поэтому мы понимать войну можем не только с хроники, но и с писем, и с прожитых мгновений, пережитых строк. Это очень важно. Почему? Потому что, ну, действительно, это трагедия. Люди погибали, и погибали, драматично погибали, и по глупости, и по ошибке руководителей, по ошибке на их начальников. Все было в этой жизни, и была любовь в этой войне, и была потеря, и люди находили друг друга во время войны. И эти письма, они позволяют создать вот эту картину более эмоциональную. Почему? Потому что статистика хроника, она есть, она есть в официальных, в неофициальных источниках, а письма это немножко другое. Поэтому этот подход нам очень понравился, мы это поддержали, и дальше мы будем развивать этот проект. Для нас это важно. В этих реальных письмах, реальных людей, не писателей, не фронтовых журналистов, а обычных парней, которые волею судьбы оказались лицом к лицу со смертельной опасностью, наверное, и есть вся правда о войне. Она там не романтизирована кинофильмами и уж точно не героическое приключение. В этих письмах война – это страшные, вычеркнутые из жизни годы. Это ужасные потери, которые спустя какое-то время уже перестают шокировать и становятся привычным делом. Терять на войне – это привычное дело. И вот такую правду о войне очень важно знать, чтобы действительно оценить то, что есть, чтобы не допускать этой напускной бравады, мол, можем повторить. Ведь миллионы людей, которые оказались на фронте, были такими же, как и мы с вами, обычными людьми, которые жили в своих заботах, строили планы. Но в один день, в один момент все поменялось, и им пришлось стать героями. Кому на фронте, кому в тылу. Эти истории мы пока можем услышать из первых уст. Это правда, очень ценно. Наверняка им сложно вспоминать это, вряд ли время стирает ужасы войны. Но они это делают, каждый раз, встречаясь с журналистами. И за это стоит сказать им спасибо, тем живым свидетелям и участникам Великой Отечественной. Нам очень важно знать из их уст о войне. К сожалению, воинов Великой Отечественной становится все меньше. Сегодня в Североказахстанской области осталось 52 фронтовика, самому молодому из них 90 лет. Они уходят от нас, но память остается и останется до тех пор, пока мы будем отмечать День Победы так, как делаем это сейчас. Я не про пышные торжества, а о памятных проектах, которые всегда сопровождают эту торжественную дату. Рассказы и воспоминания ветеранов в материале моих коллег. Как мы ждали этот день, этот день мы приближали, как могли. День Победы Николай Демин приближал и на линии огня, и в тылу. В 42-м году он семиклассником трудился на заводе имени Кирова. Поблажек детям не делали, да они и не просили. Работали в ночную смену по 12 часов, засыпали прямо за станками, но никогда не жаловались. Все для фронта, все для Победы. Ради нее готовы были и жизнь отдать. Вчерашние школьники шли в военком, просились на войну. Среди них был и Николай Демин. Мал еще, приходи позже, говорили 16-летнему мальчишке. Но этот парень умел убеждать. Я говорю, товарищ капитан, ну что вы, ведь мы комсомольцы. Мы всех живем, на фронт нам надо, потому что надо родину свою защищать. Такая у нас у всех была. На строй у всех комсомольцев было, у всех молодых ребят. Ну он говорит, ладно, давай тогда я тебя запишу, как доброволец. Добровольно под пули, добровольно в окопы. В пехоте было сложнее всего. Каждый день, как на минном поле, вспоминает Николай Иванович. Он был разведчиком, добывал ценную для армии информацию. Работал у врага под носом. Попадал под обстрел, оказывался лицом к лицу с фашистами. Но родился под счастливой звездой. Не всем так повезло. Начались бои по освобождению Белоруссии. Под Витебском их там окружили, большую группу немцев. А наш полк понес, 706-й стрелковый полк, понес большие потери. Мы, молодые ребята, не обстрелянные еще были, увидели, сколько убитых наших ребят, сколько убитых товарищей. Их место в полку заняли прибывшие солдаты. Такие же молодые, неопытные, но отважные. Их перебросили на Прибалтийский фронт. Освободили литовский город Шауляй. Там Николай Земин и получил первое ранение. Город прошли, а немцы отступили на запасные позиции туда, возле леса туда, с километра, наверное, за городом. Там засели. Мы только вышли сюда на поле, а тут поле. А по нашей пехоте ведут артиллерийский обстрел. Большие взрывы идут, лупят снарядами. Один из этих снарядов упал рядом с Николаем Деминым. Зацепил он и его четырех боевых товарищей. Командир взвода погиб на месте. Выбежали из-под обстрела. Раненые, но живые. Отправились в полевой госпиталь. Там из плеча Николая Ивановича вытащили осколок. Длиной сантиметров 4-5. Оставшиеся мелкие трогать не стали. Слишком много раненых бойцов. Времени не было. После месяца в госпитале Петропавловец отправился в танковые войска. Освобождали литовские города, нарывались на минах, горели танки, обстреливали. Что ни день, то бой и испытания. Каждый в памяти ветерана сохранился навсегда. Но есть один особенный день. Его Николай Иванович вспоминает и со слезами, и с улыбкой. Смотрим, километр от нас, в аэропорт был. Там началась стрельба. Так и ракеты стреляют, светлые ракеты. Только стемнело, только стемнело еще. Думаем, что такое, что такое. Неужели они самолеты бомбят, налетели. Прибегает командир полка, кричит, строится срочно, строится, срочно строится. Мы побежали, каждый по своим машинам, выстроились все возле машин, стоим. Он говорит, товарищи, день победы. Ой, как начали, то все кричат, ура, хватает, из автомата лупим. Возвих, подверх, стреляем вверх. Наган, офицеры из наганов стреляют. А кто заскочил в танк из пулемета, стреляет кверху. А командир полка кричит, только из пушек не стреляйте, а с остальными все, можно стрелять. После войны с Японией, гражданской жизни Николай Иванович вернулся только в 50-м году. Ему было 24. Берег озера Пестрово. Именно здесь в июле 1941 года располагались военные полевые палатки. Проходили сборы солдат, которые вошли в состав 314-й стрелковой дивизии. Здесь североказахстанцы прошли курс молодого бойца. После им выдали оружие и отправили на войну. В момент образования 314-й стрелковой дивизии в ее состав вошли 10 тысяч человек. 75% – североказахстанцы. Они сражались в рядах Ленинградского фронта, одержали оборону на реке Свирь и 7 сентября выстояли в кровопролитном бою с финскими войсками. Сумели, защитили. Второе кольцо блокады Ленинграда немцам закрыть не удалось. Одну из решающих ролей в этой операции сыграли наши земляки. В первых рядах в бой шел обильмажин Баширов. При жизни он хоть и редко, но делился воспоминаниями о войне. Сейчас их бережно хранит старший сын. Только вернувшийся, раненый с финской войны 24-летний парень снова ушел на линию огня. Был командиром стрелкового полка. Первым и в огонь, и в воду. Первый, значит, выстрел ему разрешали. Вот это было, вот он постоянно подчеркнул. Мне, говорит, всегда руководствуют. Вот первым, говорит, и мои цели, мои расчеты всегда оправдывались. Освободил не один десяток городов. Встретил победу в Чехословакии. Но домой вернулся только в 47-м. Кавалер двух орденов славы – второй и третьей степеней. Он дожил до 96 лет. Повидал многое, но блокаду Ленинграда ветеран считал самой страшной страницей войны. Ледейный поле, вот там он находится, эти два года там, трудных годов. Ой, что там он увидел, он бывало, вот соберемся на 9 мая. Он рассказывал это вообще. Люди, ну, много испытали. И, надо сказать, столько все это перенесли. Вот действительно дух. Город-герой 872 дня держал оборону. Люди выживали, как могли, но не сдавались. Боролись до последнего и наши земляки. Настоящий героизм они проявили в операции при прорыве блокады. 8 января 43-го года войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились и разгромили фашистов. Освободили Шлиссельбург и очистили южное побережье Ладожского озера. Восстановили сухопутную связь Ленинграда со страной. Этот участок получил название «Дорога Победы». Через год блокаду сняли окончательно. 314-я дивизия отправилась освобождать город Кингисепп, за что получила почетное звание «Кингисеппская». Их героизмом невозможно не гордиться. В каждом городе дивизия вела бои до последней капли крови. Не сдавались и не отступали. У нас есть данные, за 11 месяцев 43-го года снайперы уничтожили 6114 человек. Среди них наши земляки Григорий Зубков из Шалокына района, Андрей Королёв из района Козылжарского. Андрей Королёв, его снайперская винтовка сегодня хранится в музее артиллерии города Санкт-Петербурга. Андрея Королёва считали одним из лучших снайперов. Он особо отличился в сентябре 42-го года. В Гайтолово наши войска окружили фашисты. На помощь отправили 314-ю дивизию. Вот что писали в донесении о нашем земляке Королёве. В бою в районе Гайтолова товарищ Королёв проник в подбитый танк, стоящий на нейтральной территории. И через мотровую щель с расстояния 40-60 метров в течение двух суток из винтовки и автомата. Отражая атаку уничтожил 79 немцев. Фашисты отступили, а Королёва полуживого доставили в госпиталь. Так североказахстанский снайпер получил орден Красной Звезды. И это только один из примеров мужества и отваги одного солдата. Свыше 12 тысяч солдат и офицеров 314-й стрелковой дивизии получили ордена и медали. Трое стали героями Советского Союза. Среди них и наш земляк Павел Гончар. Он был сапёром. Неоднократно проявлял мужество и героизм. Отличился при прорыве блокады Ленинграда. Под этим городом он и погиб в бою. В его внутреннем кармане нашли вот такой листок. Потёртый, видно, что много раз перечитывали. Стихотворение Жамбула Жабаева «Ленинградцы. Дети мои». Это произведение находили у многих североказахстанцев. Вся страна идёт на врага. Поднимается весь народ. И не сломит наших свобод груз фашистского сапога. Сколько в итоге североказахстанцев было в составе Кингисепской дивизии, неизвестно. По сей день на территории бывшего Советского Союза находят останки героев победы. В том числе и наших земляков. Всё ещё остаются тысячи без вести пропавших. Сейчас в нашей области уже нет в живых ни одного солдата 314-й стрелковой дивизии. Но подвиг их не забыт. Ведь герои живы, пока о них помнят. Ну и к другим, более будничным темам. Так резко изменивший нашу реальность коронавирус до сих пор прочно удерживает свои позиции в информационной повестке. Впрочем, на этой неделе главный санитарный врач страны Айжан Ясмагомбетова заявила, что в Казахстане, и вот дальше дословно, уже можно переходить к своей нормальной, спокойной жизни. Ни в коем случае не хочу драматизировать, но сложно назвать посткарантинную жизнь нормальной и спокойной. Эксперты хором говорят о грядущих экономических кризисах, разных черных лебедях и тому подобном. Ну а выход из карантинного режима, в отличие от входа в него, очень и очень постепенный. На этой неделе открылись уже небольшие непродовольственные магазины, долгожданные парикмахерские, медицинские центры и частные стоматологические кабинеты и так далее. Но санитарные требования к ним очень жесткие. На брифинге во вторник представитель санитарной службы Арман Кушбасов перечислял этот список. Эпид-режим в обычном магазинчике сейчас чуть ли не строже, чем в былые времена в медучреждениях. Это обеспечение неснижаемого запаса средств защиты, спецодежды, медицинские маски, дезинфицирующие и моющие средства, антисептики для обработки рук. Определить ответственное лицо за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Постоянно проводить инструктаж среди работников о необходимости соблюдения личной и производственной гигиены. Для того, чтобы возобновить работу частного стоматологического кабинета, например, необходимо всем сотрудникам пройти тест на коронавирус. А он в частной лаборатории оказался поразительно недешев, порядка 16 тысяч тенге в нашем регионе. Принимать пациентов только в специальных защитных костюмах, очках и масках. И этот банкет, конечно, за счет предпринимателей. Стоит ли говорить, что не все с 4 мая, как только разрешили открыться, но выставили такие жесткие условия, смогли это сделать. И вот во вторник в фейсбуке замдиректор региональной палаты предпринимателей Женис Казиев написал, что они совместно с санитарной службой провели мониторинг. 83 объекта предпринимательской деятельности проверили. Так вот, выяснилось, что правилами многие пренебрегают. Чаще всего это нарушение масочного режима, отсутствие или недоступность для посетителей санитайзеров, отсутствие журнала мониторинга выхода работников на предприятия и журнала ежедневного мониторинга измерения температуры тела работников. Да, и это тоже нужно. К слову, это был не рейд, а именно мониторинг. Предприниматели пока предупреждают и консультируют. А вообще, за нарушение режима или невыполнение санитарных требований предусмотрена административная ответственность, штраф или даже арест. Мы даже не будем сейчас обсуждать целесообразность этих мер. Угроза вируса все еще достаточно высока. И даже несмотря на оптимистичные высказывания главного санитарного врача республики, показатели заболеваемости, хоть и не так быстро, но продолжают расти. Прирост порядка 7%. Эту специалисты называют стабилизацией ситуации, но отнюдь не полной подбедой над вирусом. Так вот, особый эпидрежим, видимо, придется соблюдать еще долго. А это, как мы понимаем, дополнительные расходы для предприятий. Да что уж говорить, в аэропорту теперь вместе с билетом спрашивают справку о том, что человек не заражен коронавирусом. Ее можно сделать в частной лаборатории, правда, это получается дороже, чем сам билет. Да уж, коронавирус сильно бьет по карману, что уж говорить о нас с вами, когда вся страна потратила на борьбу с коронавирусом уже почти 6 триллионов тенге. Эту баснословную сумму озвучил сам президент Казахстана Касым Жумар Тукаев в интервью российскому информационному агентству ТАСС. Это, кстати, более 8% валового внутреннего продукта. Глава государства подчеркнул, это действительно беспрецедентные меры и ответил тем, кто считает, что это слишком. Высказывается критика, в том числе и со стороны граждан, что, мол, разбрасываете деньги, так называемые вертолетные деньги. Но я считаю, что мы должны бороться за жизни и благополучие прежде всего наших граждан, потому что без народа не бывает экономики. Надо понимать, что все это происходит в очень невыгодных для экономики Казахстана условиях. Казахстан обвалились традиционные для нашей страны рынки и бюджет не дополучает серьезные деньги. Но Тукаев дал понять, что траты, а точнее вклады в общественное здоровье не закончат со снятием карантина. Мы сейчас извлекаем уроки из этого кризиса и пандемии. Действительно, в последние годы в силу объективных обстоятельств необходимого внимания развитию и поддержанию в должном состоянии системы санитарно-эпидемиологической службы не уделялось. Вы это хорошо знаете. Мы сейчас будем перестраивать работу Министерства здравоохранения. Будут проведены соответствующие реформы. В частности, будут усилены полномочия главного санитарного врача. Эта пресс-служба Аккорды цитирует речь президента во время его посещения столичной модульной инфекционной больницы, которую построили всего за две недели, потратив 5,5 миллиардов тенге. И вот на этой неделе стало известно, что Министерства здравоохранения создаст отдельную службу санитарного медконтроля. Как сообщила главный санитарный врач республики Айжан Есмагомбетова, в рамках этих мер предполагается усовершенствовать санитарно-карантинный контроль на государственной границе и улучшить материально-техническое оснащение санэпидемслужб. Их укомплектуют тепловизорами, автотранспортом и оргтехникой. Ну а сам главный санитарный врач будет наделен расширенными полномочиями и сможет своим постановлением вводить или отменять ограничительные мероприятия на территории всей страны. При этом постановления его не будут подлежать государственной регистрации. Судя по последним заявлениям высших чиновников Минздрава в государственных статьях расходов появляется еще одна постоянная строка. Это тестирование на коронавирус. Как написал в своей странице Facebook министр здравоохранения Елжан Бертанов, В дальнейшем после стабилизации эпидемии предполагается переход на постоянное тестирование населения из трех источников – заболевших граждан и контактных с ними из бюджета в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи, работающие и застрахованное население по специальному графику за счет ОСМС. Медиков и военных возможно за счет госфинансирования. Работаем над этим. Написал министр, отметив, что остальное платно. Глава Минздрава также добавил, что в ближайшем будущем регулярное плановое тестирование работающих граждан скорее всего станет нормой. Сейчас коронавирус определяют методом ПЦР полимеразной цепной реакции. Суть его в том, что он определяет наличие в пробе РНК коронавируса, то есть точно указывает на его наличие. А вот более дешевый тест на антитела дает положительные результаты лишь в том случае, если организм уже начал вырабатывать иммунный ответ на попадание вируса в организм. А это, как оказалось, происходит не сразу. В общем, метод ПЦР диагностики сейчас самый надежный, но и не дешевый, надо сказать. На сегодняшний момент по информации Минздрава на проведение тестирования уже потрачено порядка 2,8 миллиарда тенге и средств бюджета. В нашей области в ходе массового скрининга методом ПЦР проверили более 8 тысяч проб. У некоторых категорий граждан такие анализы берутся регулярно. И процесс этот продолжается. В ходе недавнего брифинга замруководителя санитарного департамента Татьяна Горлова сообщила о том, что необходимо обследовать порядка 37 тысяч человек. Так что, несмотря на видимое, очень заметное и такое долгожданное послабление карантина, это еще далеко не конец. Вот и вступивший на эту неделю на пост спикера Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев в своем первом обращении к депутатам Верхней Палаты заявил, что наиболее актуальной проблемой сегодня является борьба с пандемией, которая распространилась по всему миру. Наверняка вы в курсе, что Маулен Ашимбаев стал, по сути, вторым лицом в стране, сменив на этом посту Даригу Назарбаеву. Об этих перестановках в высших эшелонах власти много говорили в конце прошлой и начале этой недели. 2 мая Тукаев подписал указ о прекращении полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата Сената и спикера Палаты, а уже в понедельник другим указом главы государства Маулен Ашимбаев был назначен сенатором, чуть позже избран депутатами спикером. И вот, обращаясь к Сенату, где теперь новый спикер Касым Жумар Тукаев заявил, что... Прежде всего, для решения задач, которые стоят перед нами, необходимы согласованные действия всех ветвей власти. Парламенту, в частности Сенату, отводится особая роль в реализации важнейших реформ. Основная задача Сената – принятие качественных законов, которые открывают дорогу реформам, обеспечивают стабильность и порядок. Глава государства призывала депутатов и далее вновь цитата к сплоченной работе для того, чтобы страна смогла скорее преодолеть нынешний непростой период. Эпидемия, которая случилась в очень непростой для экономики Казахстана время, и впрямь требует нестандартных и быстрых решений. Помнится, глава государства даже сказала о возможности мобилизационной экономики, но до этого пока дело не дошло, а вот новая программа занятости, например, стране нужна. Это очевидно, как и стабильная работа и доход всем ее гражданам. Бизнес и крупные, и средние, и малые переживают сейчас непростые времена, и, судя по всему, главным работодателем прямо или косвенно становится государство. Как все это будет организовано в нашем регионе, обсуждали в среду на заседании в областном Акимате. Все подробности в следующем материале. По дорожной карте занятости в регионе за год планируют реализовать 377 проектов больше, чем на 32 миллиарда тенге. По 11 из них появится 442 новых постоянных рабочих места. Большинство конкурсов уже прошли, определены подрядные организации. Но в этом году подрядчики должны не только качественно выполнять работы, но и соблюдать ряд условий. Их пропишут в договорах. Создание рабочих мест и трудоустройства безработных не менее 50% по направлениям центра занятости. Обеспечение закупа, приобретение товаров, работы и услуг у отечественных товаропроизводителей не менее 90%. Заработная плата работников должна составлять не менее 85 тысяч тенге, которые направлены были в центры занятости. Для специалистов, приезжающих из других населенных пунктов, обеспечить выплату подъемных нужно в течение трех дней. 85 тысяч тенге на человека. Кстати, что касается строительных материалов, то в приоритете местное производство. И использовать их нужно не в ущерб качеству и цене. На этом акцентировал свое внимание глава региона Кумар Аксакалов. Я подчеркиваю нашего североказахстанского производства. Понятно, некоторых вещей у нас нет. Там щебня, там кирпича мы знаем, что нет. Пока мы допустим, что они могут быть завезены в соседних регионах. Но все остальное по максимуму надо закупать у местных производителей здесь. У нас в области имеются железобетонные и металлоконструкции, кровельные, сыпучие пиломатериалы, трубные изделия, окна, двери и так далее. Специалистам управления Аким области поручил составить графики всех работ и размещать их на ведомственных сайтах. Если мы увидим отклонение от графиков, так и качества работы, это будет тоже поводом для моментального расторжения договора. Все работы будут на еженедельном контроле. Для этого в каждом районе и областном центре сформируют мониторинговые группы с привлечением неравнодушных граждан, блогеров, журналистов, представителей партий и общественных организаций. По дорожной карте занятости запланировано создать около 6,5 тысяч рабочих мест. Поэтому каждый подрядчик обязан заключить трудовые договоры со специалистами, привлекаемыми через центры занятости. Заказчикам и техническому надзору следует установить жесточайший контроль. Если подрядчик не исполнит данные требования, то не получает он оплаты, либо авансы. Соответственно, это тоже ведет к расторжению договора коллеги. Стоит отметить, что в этом году различными видами работы охватят 187 населенных пунктов. Как и в прошлом году, много средств направят на объекты образования. С учетом карты занятости, это 100 школ на 5 миллиардов тенге. Также в этом году сдадут в эксплуатацию новое общежитие для студентов Североказахстанского государственного университета имени Монаша Козыбаева. А для жителей микрорайона Береке построят поликлинику. Кроме того, в регионе капитально отремонтируют 23 больницы, амбулатории и 32 объекта культуры. Ну и вот на днях. Вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров написал в своем фейсбуке, что доярки запросто получают в Североказахстанской области как минимум 200 тысяч тенге в месяц. Мы все понимаем, конечно, что такую зарплату сотрудникам могут платить лишь небольшая часть крепких хозяйств региона, но посыл был, видимо, в том, что деньги в сельском хозяйстве зарабатывать можно и нужно, а отрасль должна стать, наконец-то, высокорентабельной, причем вне зависимости от сезона. Периодически сопоставляют данные с отчетов на бумаге с рабочей обстановкой на полях, написал Сапаров в фейсбуке как раз во время своей поездки в СКО в понедельник. А что у нас по бумагам? По бумагам, по сообщению Властного управления сельского хозяйства, почти завершена работа по задержанию влаги на полях. Порядка 70 тысяч тонн удешевленного горючего по 165 тенге за литр на весенние полевые работы выделены североказахстанским фермерам. Их отгружают из Атыраусского и Павлодарского заводов. Одобрили 502 заявки на льготные кредиты аграриям на общую сумму почти 20 миллиардов тенге. Объявлено о субсидировании минеральных удобрений почти на половину их стоимости. Семян достаточно, и это не только пшеница. Продолжается диверсификация посевов. На североказахстанских полях будут расти масличные, уже привычные лен, рапс, подсолнечных. Кроме этого, гречиха, чечевица, а также соя в этом году на 47 тысячах гектаров. Блок посты для аграриев открытый и ничего не должно помешать бравому ходу весеннеполевых работ, которые, по рекомендации местных ученых, начались уже сегодня. А что с реальной обстановкой, которую поехал оценивать вице-министр сельского хозяйства? На тех полях, где побывал Айдарбек Сапаров, все прекрасно. А те, кто попали на неформальную встречу на тех полях, считаются в регионе передовиками. У них и урожайность высокая, и зарплата сотрудников. Их образцовые показатели, правда, растворяются среди тех, кто сеет и убирает кое-как. Так что общая статистика получается уже не столь бравая. Об этом тоже упомянул замглавы Минсельхоза и обратил внимание, что агротехнологии нужно строго соблюдать. В первую очередь, это внесение минеральных удобрений. Вот такие данные привел Сапаров у себя в Фейсбуке. Ежегодно нужно вносить порядка 2,5 миллионов тонн минералки, а сейчас при выращивании культуры используются только 400 тысяч. И это при том, что меры господдержки в этом направлении ощутимые. Половину стоимости компенсирует государство, да и отечественные заводы готовы такой объем изготовить. Впрочем, это нежелание работать как можно более эффективно проявляется не только в экономии на удобрениях. Сотни тысяч гектаров земли либо не используются вовсе, либо используются совсем неэффективно. Только за прошлый год районные отделы земельных отношений выявили почти 300 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. И плюс к этому, с помощью космического зондирования, который проводила национальная компания «Казахстан-Хашир-Сапары», выявили еще почти 760 тысяч гектаров неиспользуемых пашней и пастбищ. По подсчетам областного управления сельского хозяйства, всего 10% всех действующих агропредприятий в области принимают участие в повышении качества жизни на селе. Остальных пока приходится как малых детей контролировать с помощью беспилотников и стимулировать разными методами – и кнутом, и пряником. А пряник, кстати, очень немаленький. Почти 43 миллиарда тенге субсидий, то есть невозвратных денег, получат североказахстанские аграрии только в этом году. Зато кнут, увы, не такой уж и грозный. Отобрать неиспользуемую землю у нерадивого хозяина государство может только спустя 5 лет. И совершенно очевидно, что эту норму нужно менять. Соответствующие предложения североказахстанский Акимат внес в правительство еще в начале года. В общем, в отечественном агропромышленном комплексе еще пахать и пахать. А вот с каким настроением начинают сезон лучшие его представители – в следующем материале. Поздравляю всех с началом пассивной кампании. Предпассивную начали, смотрю, удобрения вносите, скоро сеять начнете. В принципе, все условия созданы со стороны государства. Первая остановка вице-министра остали поля одного из товарищей в Акаинском районе. Здесь он провел неформальную встречу с местными аграриями. Рассказал об изменениях в государственной поддержке в 2020 году. И обозначил планы на предстоящий сезон. Сегодня задача стоит, чтобы серьезно занимались агротехнологией. Мы об этом всегда говорили, и наука говорит. Только тогда мы можем получить урожай. Как вы знаете, в среднем Казахстан получает 12 сантиметров с гектара. Это очень мало. Рядом соседи, когда получают 20-25, и то и до 30 доходит урожайность. Но, конечно, не все у нас. У нас есть тоже хозяйство, которое получается по 30-40 сантиметров. В среднем, кто сеет от 15-20 тысяч гектаров, кто собрудают технологию, там на самом деле урожай есть. А когда мы купе считаем всех крестьян с хозяйством, в среднем у нас получается 12 сантиметров. Соблюдение агротехнологий, обновление машино-тракторного парка и, конечно же, внесение достаточного количества минеральных удобрений. Все это поможет повысить средние показатели урожайности в несколько раз, отмечает первый вице-министр. На сегодня потребность в них по всей республике составляет порядка 2 миллионов тонн. Аграрии страны вносят только 410 тысяч. Из них в этом году 130 тысяч приобрелись в Казахстанские сельхозтоваропроизводители. Мы сельхоз ставим задачу, сегодня, чтобы руководители сельхозформирования работали, соблюдали агротехнологии, приобретали минеральные удобрения. Сегодня казахстанские заводы работают на полную мощность, работают не только для казахстанцев, они и экспортируют это. Наше минеральное удобрение пользуется спросом, и мы сегодня говорим, надо поддерживать наших отечественных производителей. Сейчас как раз полным ходом идет внесение удобрений. Приобретать их в достаточном количестве было бы невозможно без значительной господдержки. На сегодня субсидии на минеральные удобрения, гербициды и пестициды составляют 50%, которые сразу уходят на завод производителя, а остальное доплачивает сам аграрий. С каждым годом государство увеличивает финансирование отрасли сельского хозяйства, поэтому и требования к предпринимателям становятся больше. Ежегодное финансирование на весенние полевые работы было всего 60 миллиардов. По поручению главы государства бюджетное финансирование на 10 миллиардов увеличилось. После этого поручение дали 100 миллиардов на ВПР по программе экономика простых вещей. И сейчас уже эта программа заработала, люди подают заявку, тоже под 6% можно участвовать. Поэтому, кроме этого, еще глава государства поручил, вознаграждает форвардный закуп. Эта работа тоже идет. Завтра уже на РБК выносится данный вопрос. Бюджетная заявка подана. Я думаю, через предкорпорации они могут сегодня получить предоплату. Из-за вспышки коронавируса в Казахстане главная задача для государства – сохранение продовольственной безопасности. Поэтому в этом году структуру пассивных площадей увеличили почти на 240 тысяч гектаров. Предпочтения дают высокорентабельным масличным и бобовым культурам, таким как чечевица и соя. Я вам так скажу, соя – это одна из самых-самых перспективных культур. Это культура, которая через 2, 3, 4, 5 лет максимум будет сеять практически весь Казахстан. И северный, и центральный, и южный. Это соя, которая имеет большой потенциал. И как рентабельная культура, как коммерческая культура, и культура, которая очень органически вписывается в наши севобороты, прекрасный предшественник, накопитель азота. Это культура, которая сегодня, я говорю, это наша перспектива. Но чтобы получить хороший урожай, необходимо соблюдать все агротехнические нормы. Только тогда можно будет говорить о заветных 30 центнерах с гектара. Вот если бы не маски на лицах людей, не скажешь, что по всему миру бушует эпидемия. В Североказахстанской области снова засеют миллионы гектаров пашни. Начнутся массовые ремонты и стройки, а там, глядишь, и дети после летних каникул вернутся в школу. В общем, жизнь продолжается. Кажется, все устали от плохих новостей. Но праздник, который мы вчера отмечали, в этот раз тихо, будто прервал череду этого коронавирусного информационного потока. Потому что, несмотря ни на что, мы очень дорожим этим подвигом каждого конкретного человека и всего нашего народа. Мы дорожим этой памятью, которая с годами становится только крепче. И никакая негативная информационная повестка не в силах лишить нас этих трогательных эмоций, которые дарят воспоминания о Великой Победе. От лица муниципального телеканала я поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Мира нашим семьям. А мы продолжаем находить для вас самые интересные, самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе, а семь дней спустя подвести итоги. Оставайтесь на МТРК. Новости будут, и пусть больше будет хороших.